Школьники внимательно наблюдают за тем, как Кирилл Ачугин запускает ручную сирену времен Великой Отечественной войны. С ее помощью в 40-е годы подавали сигнал воздушной тревоги. Об этом и не только старшеклассник 7-го лицея рассказывает ученикам своей школы, ведь сегодня он в роли экскурсовода. Мне нравится. Это уже не моя первая экскурсия, в которой я участвую. Я вел также экскурсию в Музей Победы в Москве. И мне всегда нравится история, и мне нравится об этом рассказать другим людям. Мне нравится почитать что-нибудь историческое про мою страну и про другие страны. И как-то потом в целом правильно донести об этом другим людям. Донести историческую правду до аудитории старшеклассники химкинских школ смогли в рамках фестиваля школьных музеев, который проходит в эти дни в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Здесь собраны сразу 19 экспозиций, посвященных истории сражения разных эпох. В качестве рассказчиков выступают сами ученики. Мы очень долго готовились. Когда начиналось открытие этой выставки, мы проходили по каждой школе и пытались понять, что ключевое мы можем вынести из школы этой, что мы можем рассказать, и что больше всего может проявить внимание. Экспонаты здесь собраны поистине уникальные. Так, например, седьмой лицей имени Уланова выставил в своей экспозиции предметы, которые принадлежали ветеранам Великой Отечественной войны, а именно педагогам школы. Вот этими артефактами владели, например, Иосиф Исакович Полик, учитель истории, Александр Александрович Зарков, трудившийся завхозом, и, конечно, Дмитрий Петрович Уланов, первый директор школы, в память о котором в стенах, где он учил химкинских ребят, открыли парту героя. Подобные выставки, они чем и хороши, то что они, ну, заставляют, как бы, можно прикоснуться к истории, да, вот посмотреть на те вещи, которые принадлежали людям, ветеранам Великой Отечественной, ветеранам Афганистана, ветеранам специальной военной операции, которые здесь все представлены, да. Вот, я думаю, что это надо продолжать и развивать дальше. Фестиваль школьных музеев, где можно ознакомиться со свидетельствами воинской славы предков, можно посетить до 5 декабря. Дата выбрана весьма символично. Это день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. На это наша экскурсия подходит к концу. Спасибо вам большое за внимание. Андрей Панченко, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.